Эта программа говорит губерния. Я напомню, что мы как-то с вами обсуждали, что неприятное самое на Дальнем Востоке, и многие нам сказали, что самое неприятное с насекомыми. Они в тонах жалят, кусают, да, залетают в окна, забивают решетки радиатора. Ну, знаешь, ну пара видов точно, вот это вот прям мошкара и комары, это да, все остальные без проблем вообще. Ну, между тем, вы только что же говорили о том, что возможно в будущем именно насекомые станут нашим стратегическим товаром, будем добывать хитин. Да, но я причем не понимаю, зачем вот там пищевую добавку и саранчи хотят делать, ведь у нас вот на Дальнем Востоке как раз-таки комаров, оводов, мошкары, такое количество, это же наше черное золото дальневосточное. Ну, с другой стороны, вспомните, наши подписчики как пишут все время о том, что да, мы тут страдаем от них, но в то же время последние годы мы замечаем, что они-то уже не так нас атакуют, и мы уже все-таки чуть меньше страдаем, чем еще лет 5-7 назад. А вот это уже настораживает, может сместился экологический баланс? Не только. Я проехал. Дадим наконец слово профессионалу. У нас в гостях Владимир Дубатолов, доктор биологических наук, энтомолог и ведущий научный сотрудник заповедного Преамурья. Причем, насколько я знаю, вы специально приехали к нам на Дальний Восток, потому что, по вашему мнению, на Дальнем Востоке вот самое богатое разнообразие насекомых, это правда? Да, это так. Здесь центр разнообразия всего животного мира России. А вот в связи с чем это связано? С тем, что в европейской части страны уже давно всех от всех избавились, а у нас вроде бы как людей мало, да? Нет, нет, нет. Это было здесь всегда, это было здесь, я думаю, и много веков до нас, и сейчас, и, скорее всего, будет много веков после нас. То есть человеческая деятельность особо не отразилась на тех полчищах насекомых, которые... Почему? Человеческая деятельность отражается. Вопрос как? Человечество часто дает пути насекомым для миграции, когда, скажем, в результате деятельности человека многие насекомые меняют свои ареалы. Вот, например, в прошлом году здесь, вот на берегу Уссури, рядом с Хабаровском, была найдена перелетная саранчата, самая северная точка Восточной Азии для этого насекомых. А вы знаете, я в детстве помню, что мне показывали саранчу в Хабаровском крае, я потом кому не расскажу, не верили. Это были кузнечики. Это, скорее всего, кузнечики. А, кузнечики, да? То есть их просто такой вот подвид, да? Ну или они очень похожи внешне? Нет, нет, нет. Перелетная саранчата крупная очень насекомая, ну где-то вот такой величины. Мне такие показывали. Хорошо развиты крылья, она хорошо летает. Обычному человеку ее поймать достаточно сложно, потому что она не подпускает к себе. Я же тут видел личинок. То есть какая-то самка, скорее всего, в территории Китая прилетела, отложила яйца на берегу Уссури, и на следующий год вышли личинки. И вот они к середину прошлого, в прошлом году, к середине июля, довольно крупных уже насекомых развились. Ну, они вот способны выжить вот здесь, в наших условиях? В принципе, да. Вы посмотрите, какая сейчас жара и влажность. То есть при таких условиях многие южные насекомые, я думаю, выживают лучше, чем местные. А есть ли опасность, что вот стаи саранчи к нам придут с юга и сожрут все, как в фильмах? Вы знаете, за те годы, когда я работаю здесь, под Хабаровском, я практически не встречался с ситуацией, когда с юга залетают массовые, ну, в массе различные какие-то вредители. Было такое дело то ли в восьмом, то ли в седьмом году. Прилетела неожиданно огромная стая лугового мотылька, которая, ну, практически в тот же год она всю, ну, сельскохозяйственную растительность съела. Съела сою, съела арбузы, погрызла. То есть, в общем, очень сильный был урон. А в этом году какое-то нашествие гусениц прям наблюдалось в Хабаровском крае? А вы думаете, это первый год? Это уже не в того... Ну, минимум второй год наблюдается. Просто очень много было. Да, 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 да. Но вот в том месте, где мы проводили исследования, ну, наблюдали у реки Бешеной, или там протока Бешеная, не помню, протока Бешеная, там их немножко меньше было, чем в прошлом году, в этом году. Но в этом году на озере Гасси образовалась огромная вспышка этого кольчатого, как и напряда, и он съел местами практически всю листву в рощах. А в этом есть вина человека? Он это спровоцировал? Или просто вот изменение... Сложно сказать. Почему-то вот на Гасси очаг, так скажем, тяготеет к дороге. Может быть, это влияние выхлопных газов, не знаю. Может, это влияние человека, вот не могу сказать. Но результат тот, что на Гасси очень сильно было объедено древесного кустарникового растительства. То есть, получается, вот эти трассы, которые мы прокладываем через тайгу, они в том числе на насекомых влияют? Конечно. Вдоль трасс очень часто насекомые получают пути миграции и проникновения. Между прочим, река Амур является тоже такой трассой. И вот, когда был массовый залет лугового мотылька, он практически за 10-14 дней долетел от Хабаровска до Николаевска на Амуре. Учего себе, какая скорость. Да, да, да. Это от малюсенькой бабочки. Вот такой размокрыли, в тоненькой. А скажите, пожалуйста, вот нас, как дальневосточников, все-таки, конечно же, волнует то, что каждый год у нас здесь большое количество мошки, и в городе мы тоже от нее страдаем. Вот вы можете как-то спрогнозировать, что нас ждет в ближайшие годы? А вы знаете, в этом году их гораздо меньше, чем в прошлые годы. Да, замечаем. Это в городе, за пределы города. Не только, не только. Вот возьмите бы Чиху, Большой Киевский заповедник, однозначно меньше. Первые годы, когда тут работал, это пятый, шестой, седьмой, и комаров, и мошки было просто немерено. Ну, то есть мы можем ждать, что, к примеру, лет через десять их тут вообще не останется? Нет, вряд ли. Вот, скорее всего, это обычные волны жизни, которые описывал величайший ученый Сергей Сергеевич Четверяков. Ну, эта фамилия, вообще-то, и достаточно известная. Он как раз такой ввел термин – волны жизни, когда в процессе развития разных поколений насекомые имеют спады, имеют вспышки. А вы знаете, вот то, что южные насекомые добираются до Хабаровска, территория достаточно северная, и вроде бы даже начинают себя неплохо здесь чувствовать. Говорят о том, что вот это все разнообразие, оно будет еще больше, чем сейчас? А вы знаете, вот, скорее всего, так и получается, потому что за те годы, когда я тут работал, несколько видов южных добрались до Большой Киевского заповедника и стали там, ну, вполне обычными и достаточно многочисленными. Но эта зима была очень необычной. Было, как вы помните, практически не было снега. Без снега, просто не было. Да. Это для насекомых плохо. И это очень плохо отразилось на насекомых, просто катастрофически. Огромное количество видов просто не появилось. Огромное количество видов резко уменьшило свою численность. И сейчас, вот даже по сравнению с прошлым годом, вот я иду, собираю, ну, таким обычным методом кошения. Просто сачком возится по растительности, и потом смотрится, что сачок попало, большую половину отпускается, некоторые экземпляры берутся. Разнообразие насекомых в укосах таких было в прошлом году гораздо больше, чем в этом. То есть, можно тогда спрогнозировать, что если зима снежная, значит, насекомых будет... Да, им легче будет перезимовать. А вот что касается кровососущих. В свое время много спорили о том, не стоит ли их вот... Часто люди, побывавшие в США, рассказывают, что там, к примеру, на Аляске, целенаправленно выводят кровососущих, чтобы они не мешали. Что якобы там пойдешь в Аляске в лес, и никто не кусает. Вы не слышали? Нет ли возможности... Я этого не слышал, но... Кстати, комаров не будет, куча народов будет в лесу. Лес загадится. То есть, экология будет нарушена. Да, и не являются ли эти самые комары тем самым средством, что природа защищается от нас. Ну, кстати, возможно, там же еще и пищевая цепь, она же прервется, потому что это большое количество лягушек. И комары, они большую нишу занимают экологически. Кстати, если их много, какой это ресурс для птиц, тех же самых, которые насекомоядные, которые их кушают. Понятно, когда еды много, птичкам хорошо. А вот вы как считаете, вот новость, которая недавно появилась о том, что российские биоинженеры придумывают из саранчи делать специальную добавку пищевую, то есть к колбасу добавляют сейчас то, что остается от переработки крупного рогатого скота, а тут заменить на хитин. Как вы считаете, перспективно ли это будет? Вы знаете, хитин не переваривается, а вот все, что остальное есть, оно переваривается. И, в принципе, как питательный, потому что саранчу люди ели еще, скажем, в древности. Но в том же Китае можно встретить огромное количество различных предложений на рынке. Вообще любопытно, почему? Вот во всем мире едят, а в Европе нет. Ну, просто, собственно говоря, культурально такой обучий. Да, но бы вас прервали чуть-чуть. Дело в том, что хитин, он не переваривается. То есть вы когда от того же самого краба едите, вы же... Ну да, мы едим эти чешути. Да, вы едите то, что внутри. Я думаю, что и с насекомыми, вот если убирать от хитина, все остальное нормально переварится. И оно питательное? Вот хитин однозначно не будет питательное. Вы так говорите, будто регулярно едите. Нет, нет, нет. Но пробовали, наверное? Нет, нет. Я просто знаю, что хитин аллерген, и мне рассказывали случаи, когда люди просто в силу какой-то там сложной ситуации приходилось есть разных насекомых, в частности, бабочек. Качалось это не сильно хорошо для желудочно-кишечного тракта, именно потому что хитин не является хорошим питательным веществом, и он не переваривается. То есть бабочек надо было чистить? Надо, вот если внутренности, можно съесть, мышцы можно. Ну тогда, по идее, вот гусеницы самые перевариваемые, да? Ну, в принципе, да, но не волоски. Слушайте, ну действительно, получается, что на Дальнем Востоке вот это многообразие, если резюмировать, вот мира насекомых, оно сохранится. А где больше, кстати? Вот в Хабаровском крае, где болотистая местность, или все-таки где севернее, ну хоть и реже, но зато по полной программе? В принципе, можно сравнивать, допустим, юг Хабаровского края и Приморья. Ну, в Приморье больше, наверное, да? Ну, как сказать, если сравнивать какие-то просто локальные места, например, наш Большевицинский заповедник или какой-нибудь заповедник Федоровая Пать в Южном Приморье, будет относительно сходства. То есть я не думаю, что будет сильно большая разница. Если брать в целом край и юг Хабаровского края, да, Приморский край в целом будет побогаче, но не очень сильно. А вот есть место на Дальнем Востоке, где нет кровососущих насекомых, где можно выйти хотя бы вот так вот в лес летом? Я припомню. Ну, на севере края, наверное, так все-таки. Нет, почему? Там комаров тоже есть. Да. Возьмите, поедите в Николаевск, там комары тоже есть. Меньше, конечно, чем здесь. Но есть все равно. Ну, и возле моря, соответственно, кровососущих особо не могут. Ну, наверное, только перекрывая плава. Ну, вот в Вадивостоке я заметил, что их нет практически. Ну, не знаю, но по крайней мере, вот, когда, скажем так, в 80-х годах, вот в институте, ну, тогда биологический институт был, у нас работал там один очень известный специалист, который занимался блохами, потом всякими мухами, кусающими мухами, слепнями и прочее. Вот он рассказывал, что вот тот самый опасный комарийный энцефалит, наверное, слышали про такой или нет? Конечно. Так вот. У нас только клещевой. Нет. Здесь да, но он связан с комарами, которые развиваются вот в лагунах рядом с океаном. Знаете, а можно еще спросить про домашних, скажем так, насековцев? Так. Вот тараканы, колопы, которые, ну, до сих пор, к сожалению, водятся в наших домах, они местные, дальневосточные, либо их все-таки перевезли, переселили. Косомполиты. Везде. То есть, где есть человек, и они и есть. Везде. Просто в разных, скажем, ну, скажем, южных местах, там просто разнообразие больше. Вот взять тот же самый Израиль, там, где тараканов, разнообразие много выше, чем у нас. А еще ходят слухи, что вот якобы настоящие русские тараканы, они рыжие. Настоящий русский таракан черный. А, черный, да. А тараканы привезены были. А этот называется прусак. Из Европы. В какое-то время тараканы практически полностью исчезли из наших домов. Вот с чем это связано было? А вот я думаю, что-то вряд ли вам кто-то ответит. Почему? То ли это начали использовать яды, которые им не очень хороши, но это действительно так. И во многих местах, где раньше было тараканов много, это действительно факт, они стали исчезать. Но потом, через некоторое время, появляются, но не в том количестве, как, допустим, было в 80-х годах. А вот есть мнение, что всему виной строительный материал. А в тот момент, когда все перевели на, перешли на, помните, виниловые обои там, да? Может быть, может быть, может быть. А сейчас же в моде опять натуральные обои, да? Натуральные строительные материалы, и вот они постепенно возвращаются. Может быть, может быть, вполне может быть. Я просто этой проблемой не занимался и не могу компетентно на этот вопрос сказать. Вот если бы я занимался этим, другое дело. Хорошо. А вот что касается пчел, сейчас говорят об эпидемии, но в западной части страны, там действительно мрут просто по полной программе. На Дальнем Востоке я вот по трассе недавно из Комсомольской, из Ванина до Хабаровска проехал по Комсомольской трассе, и огромное количество пасек. То есть нас пока это не коснулось Дальний Восток, вы не знаете? Ну, не видел, не видел. Я, скажем так, постоянно хожу и смотрю за насекомыми, но вот какой-нибудь массовой гибели здесь я не замечал. Ничего. Спасибо огромное. Наш сегодняшний гость может сколько угодно говорить про насекомых вместе с ним. У нас в гостях был Владимир Дубатолов, энтомолог, ведущий научный сотрудник заповедного при Амуре, доктор биологических наук.